Открытая студия первого Ярославского продолжает свою работу на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Сейчас поговорим о туризме. И наш гость Александр Клячин, председатель совета директоров компании Azimut Hotel. Александр Ильич, здравствуйте. Итак, насколько известно, на стенде корпорации ВЭБ было подписано соглашение между правительством Ярославской области и вашей компанией. О чем удалось договориться? Если быть точным, то соглашение было подписано между Ярославской областью и ВЭБом, но в нашем присутствии и, конечно, с нашим непосредственным участием. Речь идет о довольно старом проекте ВЭБа, который еще при предыдущем старом руководстве ВЭБа был запущен, был начат и вот уже в последнее время запущен. Это курорт «Золотое кольцо» в городе Переслава. Этот курорт, хотя там был целый ряд недостатков в его проектировании и строительстве, На сегодняшний день мы очень много вкладываем туда сил и внешнеэкономбанк дополнительных средств для того, чтобы этот курорт послужил действительно новой точкой притяжения в городе Переславля. Ну, например, согласовано строительство бассейна, который изначально почему-то, несмотря на очень большой бюджет, несмотря на большой проект, изначально не был запланирован, а он действительно очень нужен, исходя из того климата, в котором мы живем, исходя из того, что если мы строим что-то современную гостиницу, высокого уровня, то, конечно, она в глазах потребителей, в глазах туристов, конечно, должна иметь ответ. Бассейн согласован, сейчас идут проектные работы, мы думаем, что к следующему сезону бассейн в гостинице появится. Сергей Ильич, ну, вот сейчас стартует летний у нас сезон, и плюс к всему в этом году отмечают 500-летие Александра Невского, город Переслав. Может быть, что-то особенное готовили именно к этому сезону? Вы знаете, мы стараемся прийти с очень разными новыми гастрономическими предложениями, да, то, что сейчас очень востребовано гражданами. Мы стараемся улучшить сервис, очень надеемся, и Дмитрий Юрьевич Миронов пообещал в летние месяцы дорогу отремонтировать. Дорога, наверное, на сегодняшний день одна из самых сложных проблем этого места. И здесь, конечно, без хорошей дороги от станции Берендеева до центра города Переславля, до Плещево, проходящей через отель, близко к территории отеля, без этого, конечно, сложновато. Александр Ильич, в рамках именно этого форума очень много говорят о пандемии коронавируса, о том, как это повлияло на бизнес, вот, на отельеров. Как это сказалось? Возможно, какие-то новые, наоборот, стороны и преимущества? Ну, знаете, конечно, поначалу это повлияло ужасно. То есть это, о чем тут говорят, люди и сами не хотели ездить. Как вот в прошлом году, в марте, фактически спрос упал до нуля. Наверное, такого низкого спроса я никогда и не видел в своей жизни. Я думаю, что никто из отельеров, я там, ладно, я этим занимаюсь не настолько долго, потому что лет 15, взрослые, седовласые, швейцарские, немецкие коллеги, которые за свои 50 лет в индустрии не видели ничего похожего. Потом, естественно, отреагировали власти, ну, как пример, власти Ярославской области закрыли отели, фактически, ну, то есть на какое-то время были приняты ограничительные меры. Потом ограничительные меры, может быть, частично были сняты, но было разрешено усилиться только командировочным, потому что туристов нет. То есть если ты в командировке, ты можешь. Потом были меры ограничительные, что не более, чем сколько-то номеров занято. То есть закрывались, как вы знаете, рестораны, то есть питание только через room service, через доставку в номера. То есть целый ряд ограничений, которые, конечно, очень больно ударили по индустрии. С другой стороны, повысился спрос на вот такой загородный отдых. Люди, не имея возможности поехать в Грецию, Турцию, еще куда-нибудь, люди больше хотят поехать где-то рядом, хоть немножко отдохнуть, развеяться. Больше вырос спрос, конечно, на коттеджи. В нашем курорте, вот в Золотое кольцо, там, по-моему, 12 коттеджей, если я не ошибаюсь. Они, конечно, очень востребованы, сняты на долгих 40 лет. Но вот сейчас все-таки пандемия коронавируса, она не заканчивается, она продолжается. Вот на ваш взгляд, какие-то именно сейчас есть возможности для развития внутреннего туризма? Конечно, конечно. Но мне кажется, что в России она закончилась психологически. И никто не хочет об этом думать, да? Кто не хочет ходить в масках, всем все. Ну, в России, как бы, относится, как бы, немножко иначе, чем в других странах. И, конечно, ну, в силу целого ряда причин, одна из которых, что Россия жила, перелеты есть, рестораны открыты, в отличие от очень многих других стран. И второе, закрытие границ, то есть невозможность отдохнуть там, где люди многие привыкли и хотели бы. Конечно, все это влияет на внутренний туризм. Но мы, как и там с антисанкциями по сельскому хозяйству, здесь просто надо воспользоваться этой негативной ситуацией, развивать собственные курорты. Наверняка вы слышали, что есть национальный проект развития туризма. Правительство и президент очень это поддерживают. У нас очень активно этим занимается в правительстве. Приняты уже очень-очень серьезные меры, которые, конечно же, приведут к, однозначно, приведут к развитию. Вот еще хочу уточнить по Золотому кольцу в Переславле. Вот через несколько лет, чего бы очень хотелось уже получить? Может быть, еще хоть инфраструктуру подтянуть? Ну, мы уже с вами говорили про бассейн. Наверное, хотелось бы развить инфраструктуру питания. То есть, может быть, какие-то трактиры, что-то еще. Да, то есть, целый ряд вещей, зоопарк. Ну, фактически, я вам все это и перечислил. Это в ближайшие кризисы и вам. Конечно, может быть, больше коттеджей. Наверное, какие-то поселки, которые могут продаваться. Там большая территория. В ЭБА принадлежит 200 гектар. Занято 30. То есть, конечно, на этой территории разумно было бы развивать какие-то и арендные домики, и какие-то банные комплексы. Ну, то, что на самом деле у всех ассоциируется с загородным отдыхом. Но, к сожалению, все это, я уже сказал, изначально в проекте этого не было. А нынешнее руководство университетного банка все это пытается поменять. У нас сотрудничество с нами, мы планируем все это пытается поменять, дополнить, достроить. Я, честно говоря, не сомневаюсь, что мы все это сделаем. Александр Ильич, большое спасибо вам за интересную беседу. Удачи в вашей работе, в реализации всех проектов. Спасибо большое. Да, спасибо. Я напомню, гостем открытой студии Первого Ярославского был Александр Клящев. Субтитры подогнал «Симон»!